Есть нечто, о чем вы обязаны знать до того, как решите ехать в США. Страна здесь полна контрастов, но сегодня поговорим именно о темной стороне Америки. Итак, 10 фактов из Dark Side of America. Факт номер один. Важная информация для тех, кто планирует завести детей, ну или уже едет сюда с маленькими детками. Стоимость детского садика равна приблизительно 80% вашей зарплаты. Поэтому большинство женщин здесь предпочитает оставаться дома с детьми. Факт номер два. Вы обязаны знать это, если беременны, потому что вам дается всего один месяц, то есть 30 дней отпуска по беременности. Это значит, что вы будете работать до последнего дня на работе, а потом, всего лишь через 4 недели после родов, обязаны будете вернуться в рабочий строй. И никого здесь не волнует, хорошо ли вы спите по ночам, нужно ли вам кормить грудью или вы себя плохо чувствуете. Думаю, именно поэтому у многих женщин здесь развивается пострадовой синдром. Номер три. Здесь нет пешеходных переходов. И поэтому, чтобы перебраться с одной стороны улицы на другой, вам понадобится машина. К слову, водительский стаж здесь начинается с 15 лет. Наверное, это плюс. Итак, четыре. 70% пищи здесь ГМО и химия, поэтому в магазинах ищите надпись органик, тогда вкус яблока клубники будет приближен к нашим, но по цене он будет где-то в половину дороже, чем обычная. Приличная часть населения Америки пробует овощи и фрукты только после 18 лет. Из-за небольшого заработка и ряда низких цен на такие продукты, как чипсы, кола, пицца и бургеры, что, кстати, считается национальной пищей американцев. В ресторанах же стоит учитывать размер подаваемых порций. Они здесь просто на слонов рассчитывают. Зная это, нам, например, с сестрой пришлось заказывать одну порцию на двоих, второго блюда, салата и десерта. И ели мы это еще потом весь следующий день. Возможно, поэтому здесь так много людей, страдающих ожирением. 5. Будьте осторожны при посещении врачей и особенно того, что вам выписывают. Лекарства здесь очень сильные и часто вызывают побочные действия. Атрофирование мозга, инертность, потеря потенции, бездетность, ненормальную агрессию. 6. Во многих районах города вы можете увидеть металлодетектор при входе в школу. Эта защитная мера была принята после того, как в случае с детьми, приходящими в школу, расстреливать своих сверстников или учителей, насоливших им в жизни, участились. Соответственно, если в вашей школе этого нет, скорее всего, вам повезло жить в благоприятном районе. 7. Здесь разрешено оружие. Вам по почте может приходить журнальчик со скидками на новое поступление или залежавшееся старое. А получить разрешение на ношение оружия может абсолютно любой. Даже психологический тест и обучение обращению с оружием теперь уже совершенно нет необходимости проходить. 8. Кстати, о полиции. Все, что вы видели в американских боевиках, это реалии для местных. Поэтому не удивляйтесь перестрелке на улицах, расовым растрям и даже районам, которые вообще отказались от полиции, решив, что платить налоги не стоит, ведь полиция не защищает всех, а только белых, ну или черных, или каких-то еще. 9. Посреди ночи вам может прийти уведомление с жутким звуком. Это эмбер-алерт. Когда крадут детей. Действует оно по всей Америке, но срабатывает рассылка по номерам именно в том районе, где это произошло. Да, здесь крадут детей и женщин, и мужчин прямо из кровати своих домов. Попадают они в рабство и на органы, и иногда их не находят. Ну и последнее, десятое. Для наших людей, приезжающих сюда пою-фаю, готовьтесь к тому, что вы можете прождать подготовки всех ваших документов и разрешения от одной недели до пяти месяцев. Поэтому рассчитывайте свои силы, если едете не к спонсору, а самостоятельно. Готовьте запас финансов где-то в размере 20 тысяч долларов, чтобы потом не остаться без крыши над головой и без еды. Продолжение следует...